22 июня 22 июня 23 июня 23 июня 23 июня 24 июня 24 июня 25 июня 24 июня было оружие пострашнее всех танков и самолетов вместе взятых. Незгибаемый русский дух. Это святое чувство любви к своей родине, которая для русского человека превыше всего на свете, даже жизни. Когда в 14 лет я читал Константина Симонова про битву под Москвой, про десятки снарядов на каждый метр, про раскаленный от взрывов воздух, про воробьев, сгоравших на лету в этом воздухе, про железо, которое плавилось, текло и горело. У меня потом руки тряслись, я уснуть не мог. Ведь это был натуральный ад. И в этом аду русские выстояли. Наши деды оказались тверже железа. Помню, как потом я пришел к своему деду Вите, обнял его за голову и поцеловал в то место над бровью. Где у него навсегда остался осколок немецкого снаряда. А когда спросил, почему он ушел на войну в неполное 17, подделав свидетельство о рождении, дед пожал плечами, удивленно сказал, «Да ты что, внучок, родина же была в опасности. Разве я мог дома сидеть?» Он вернулся с войны героем и инвалидом, как миллионы других советских солдат. Это такая мощь, такая сила и величие народа, такая жертвенность, которых в человеческой истории не было. И святую великую жертву наших дедов Господь принял и даровал русским победу. Если мы сегодня об этом забудем, за их святую кровь, пролитую ради нашей жизни, Господь взыщет, как с несблагодарных безродных холопов за чечевичную похлебку, отказавшихся от своего наследства и предавших отчий дом. А участь предателей всегда одна, их дом отдается другим. А сами они, как прах, будут развеяны по ветру, чтобы влачить жалкое рабское существование на чужбине, а потом сгинуть без известности и забвений, чтобы и памяти о них больше никогда не осталось. Такие дела.